Вопрос четвертый. В одном из выпусков вы сказали, что долго и много работали, чтобы приобрести свой собственный дом. Насколько я понимаю, для австралийцев вопрос приобретения собственного жилья не является первостепенной задачей и необходимостью. А у вас это осталось из советского прошлого. В первую очередь нужна недвижимость, знак вопроса. Или был сугубо прагматический коммерческий интерес для дальнейшей сдачи в аренду, как дополнительный доход. Очень большой, очень глубокий, очень серьезный, очень хороший вопрос. Я с удовольствием на него отвечаю. Так, с мой собственный дом. Насколько для австралийцев, для первоначальной задания. А у вас это осталось, да, у меня это осталось из советского прошлого, из тех времен, с моего детства. Я с этим выросла, я с этим жила, я с этим живу и я с этим буду жить. Что недвижимость, мне это всегда вкладывался, дал белую голову, что недвижимость это самое главное, недвижимость это основное, недвижимость должна быть твоя собственная, и недвижимость это залог, залог, как сказать, в общем, в твоем, это, конечно, мне не приходит это слово на ум, в общем, недвижимость это основной такой критерий, который тебя делает защищенным. Поэтому для меня было, конечно, основное купить жилье. Там, где бы я не жила и где я бы, может быть, буду жить в будущем, я не знаю, пути Господни неисповедимы. Я, конечно, с удовольствием куплю жилье. С удовольствием и с большой радостью. Потому что для меня это, знаете, как бросить якорь. Вот даже здесь, в Австралии, пока у меня не было собственного жилья и прожив в Ануату столько лет, все равно вроде ты живешь с мужем, все равно вроде как-то ты живешь, у тебя есть дом. Но вот то, что должно быть свое, то, что ты должна быть независимой финансово, то, что ты не должна быть независимой, ты должна быть независимой. В том понимании, в каком ты это себе представляешь. Я себе это представляю. Вот я себе представляю, что я независимый человек. Я не представляю, я независимый человек, независимый, свободный человек. Я могу решать и делать то, что я могу и то, что я хочу. Недвижимость мне даёт свободу. Недвижимость мне даёт финансовую свободу, потому что, переходя ко второй части этого вопроса... Да, у австралийцев вопрос приобретения не является первостепенной задачей и необходимостью. Вы знаете, это тоже вопрос спорный. Часть австралийцев не особо этим заморачивается. Часть. Но опять, почему? Потому что недвижимость очень дорогая в Австралии. Очень дорогая недвижимость. А люди не очень... Не все. Не очень... То есть, у них такой особой цели нет. Они знают, что... Некоторые молодёжи знают, что покупать не особо. Они будут ориентовать. И в порядке... Так как мы... Для того, чтобы купить недвижимость... Так, сейчас скажу. Нужно, чтобы у вас был определённый капитал в банке. Так? Для того, чтобы вам дали ссуду. Ну, скажем, самая дешёвая недвижимость стоит... Ну, 300 тысяч, да, долларов. 300-350 тысяч долларов. Самая дешёвая недвижимость в Австралии. Ну, в нашем штате. Я вот про Мильборн буду говорить. Для того, чтобы купить... Вот, вы приехали. Вам нужно купить недвижимость. У вас должны быть... Должна быть суда. Как бы мне вот только не соврать, потому что я уже подзабыла. Ну, по-моему, 20 тысяч долларов. Я не помню. Ну, скажем, 20 тысяч долларов у вас должно быть в банке. Вот как вы вносите первый взнос. 20 тысяч. Я могу ошибаться ещё раз говорю. Кто знает, мне поправьте. И вы должны работать. Вы должны предоставить банку документы, что вы работаете. У вас есть постоянная работа. И вы показываете им свой доход. Всё. Банк вам даёт в суду на 25-30 лет. Вы покупаете, например, дом за 500 тысяч. Вы, может, за миллион дом покупаете. За 700 тысяч дом. Вы за 300 тысяч, за 350, за 400. Тот дом, который вы хотите, который вы сможете выплачивать. Который вы сможете выплачивать. Банк вам даёт эту ссуду. 500 тысяч вы берёте, пожалуйста, вам 500 тысяч долларов. Вы плачиваете. И через 30 лет этот дом будет ваш. Но эти 30 лет вы ещё и платите банку за то, что он вам дал ссуду. Понятно. Это всё коммерческие вопросы. Это всё понятные и простые вопросы. Вот тот человек, который в Австралии решил не покупать недвижимость, он арендует. И его аренда, там, где он арендует, будет такой же, может быть такой же, практически такой же, если бы он платил банку, вот этот займ. Получается, если вы живёте в своём доме и вы платите банку через 30 лет, 25 лет, но если вы через 10 лет, вы, может, через 15 выплатите, и такое имеет место. Дом остаётся, дом ваш. А если вы живёте в арендованном доме или квартире, или апартаменты, то, естественно, вы просто платите, и вы... Это зависит опять, прошу прощения, от хозяина. Хозяин решил продать, и вы съезжаете. Вы же прожили где-то по контракту какое-то время. Вас предупреждают. Хозяин решил продать, например, жильё. Вы съезжаете. Потому что жильё вы только арендатор. Это опять вот часть. Часть те, кто говорят, что да, нам всё равно. Мы вот будем арендовать, мы покупать не будем, потому что это... Потому что это накладывает ответственность, и банк церемониться не будет. Если вы вдруг потеряли работу, или вы перешли на работу, ниже оплачиваемую, а у вас определённо фиксированная сумма в банке, которую вам нужно платить за недвижимость и за машину, например, а вы ещё телевизор купили, мягкую мебель купили, может быть, вы там детей, у вас в частной школе дети, то эту сумму вам каждый месяц нужно выплачивать. Там страховку на машину, страховка на жизнь, страховка на дом, регистрацию машины, регистрация дорог. Много всего чего оплачивать. Очень дорогие продукты дорогие. Всё дорогое в Австралии. Счета, всё абсолютно. И этой суммы у вас не хватает, банк церемониться не будет. Он вам раз пришлёт счёт, два пришлёт счёт, и он вас отберёт, этот дом продаст его за копейки, так, чтобы себе вернуть сумму. Он не будет переживать за вас, сколько вы выплатили, не выплатили. Это может быть проблемой. То есть, когда вы берёте сумму в банке, вы должны знать, что вы её выплатите. И вот те люди, которые не хотят с этим сталкиваться, не хотят связываться, они сегодня, они, может, два месяца не работают, завтра они пойдут, поработают. Им всё равно. Пожили здесь, поехали в другой штат, пожили там. Такая есть категория людей. Но есть и категория людей, которые, вот у меня свекровь, у неё точно такой же менталитет, как вот у меня, что недвижимость, это очень важно, потому что, потому что это, вот для меня лично, нас так воспитали, недвижимость, это твоё, твоё гнездо. Вот твоё гнездо на старый след, где ты знаешь, что это твоё, и ты там сидишь и ешь, как всегда говорю, хочешь халву, хочешь пряники. Вот оно твоё, и ты знаешь, что оно твоё. Ты хочешь посадил там розы, хочешь ты с циккулентой, хочешь ты там вообще всё вырыл вокруг, ничего ты не сажаешь, но оно твоё. Оно твоё, и ты знаешь, что твоё будущее, вот когда наступит старость, если она наступит, если она наступит, то у вас есть, где её встречать будет весело, сидя в розах, и неважно, пусть оно маленькое, пусть оно крохотное, но оно твоё, и ты никому ничем не обязан. Понятно я ответила на вопрос? Нет? Я думаю, что понятно. И вот как только я купила свою недвижимость в Австралии, вот я почувствовала в этот момент, что да, вот я по-английски это называется settle down, то есть осесть, осесть, как бы пустить корни. Вопрос в продолжение идёт, то есть почему для вас осталось в советском прошлого, да, я не думаю, советское оно или не советское, для меня из советского прошлого осталось, но, хоть оно и не советское, а сейчас разве плохо иметь своё жильё, разве плохо иметь главное на что, а своя недвижимость, это всегда своя недвижимость, я считаю, что где бы человек ни жил, недвижимость своя, это большое дело. Так, или был сугубо программ, программ, программатический, коммерческий интерес для дальнейшей сдачи в аренду, как бы дополнительный доход. Это и очень, ещё одна часть, это вопрос, тоже очень хороший, да, у людей есть бизнесы, бизнесы или бизнес, которые вот покупают жильё и сдают его в аренду, и живут на те деньги, которые они получают от аренды. Это может быть один дом, это может быть два дома, это может быть столько недвижимости, сколько вы можете себе позволить, сколько вам банк, сколько вы можете, сколько вы можете себе позволить. Вы можете в этом штате, вы можете в другом штате, то есть это ваше право. Это ваше право. У нас вот есть друзья, которые этим занимаются, а у них несколько недвижимости в Новой Зеландии, в Австралии, и они живут на процент, который они получают с квартирантов. Пенсию они не получают и никогда не будут получать, потому что у них вот такое большое количество недвижимости. Эти дома, конечно, на огромные суммы пенсию платить им никто не будет. Они вот сами себя обеспечивают. Рент для меня дальнейшей сдачи в аренду как дополнительный доход то есть недвижимость принадлежит вам. Хотите, вы ее сдаете в аренду, хотите, вы ее не сдаете в аренду. Нужен вам дополнительный доход, значит, вы ее сдаете. Не нужен вам дополнительный доход, вы ездите туда и разводите там кроликов. Ну, я шучу, конечно. То есть, недвижимость, недвижимость, она и в Австралии недвижимость. И вы с ней делаете все, что вы хотите. Вы вправе с ней делать, что вы хотите. Ой, у меня садится батарейка, быстрее бы закончить. Так. Очень интересная рубрика растений и цветы. Можно периодически... Очень интересная рубрика растений и цветы в моем саду. Если можно периодически делать съемки развития, как цветут растения, приобретение, посадку под растения, так же выглядит и обустраивается Австралийский. Свой участок перед домом. Еще раз спасибо за положительные эмоции. Леночка, вам спасибо большое еще раз за положительные эмоции, которые я получаю от ваших писем, конкретно от вашего вот эмайла, от такого необыкновенного. Быстренько скажу, потому что батарейка садится от... Почему-то вопрос задан, какой австралийцы устраивают свой франк-ярд? Яд. Австралийцы свой участок земли перед домом. Я не знаю, почему перед домом австралийцы и перед домом, и позади дома. У нас есть участок земли. Маленький он или большой, но участок земли присутствует. Если вы живете в доме и в Юнити, а не в апартаментах. Обустраивают красиво. Насаживают все, что они могут насадить. Растения дорогие. Я периодически буду показывать. Вот хочу как раз показать. Месяца два назад я показывала розы. Вот хочу вам показать, в каком они сейчас состоянии. И я думаю, это будет очень интересно. Буду их показывать вам, вот эти розовые кусты, наверное, два, может быть, раз в два-три месяца. Вот раз в сезон. И вы будете видеть, что вот как они себя ведут, как они выглядят в течение года. Вот даже если зима у нас, или осень, и как они выглядят. Вот это очень хороший вопрос. Ну и постараюсь вам показывать, если я буду что-то сажать, пересаживать. Вот выйду в сад, может быть, чуть попозже, и покажу вам, сниму эти розы и растения. Спасибо за внимание, спасибо за такие прекрасные вопросы. Задавайте, я с удовольствием отвечу. Надеюсь, я раскрыла ответы, раскрыла тему, раскрыла, полностью раскрыла ответ на вопрос, то, что вы мне задали. Всего доброго, до свидания, любите и будьте любимы. Пока!